К сожалению, общество забыло, что было с ним, с нашим народом, буквально несколько десятков лет назад. И вот это беспамятство, знаете, как Иваны, не помнящие родства, приводит к тому, что фактически люди готовы согласиться с тем, чтобы памятник человеку, который уничтожил русскую православную церковь, ну, вы знаете, что он посадил в тюрьму патриарха Тихона, что были расстреляны 22 митрополита и архиепископа, руководителей епархии, да, но самое известное дело, это расстрел петроградского митрополита Вениамина. Причем убивали они их с особой жестокостью, они выкалывали им глаза, они вырезали им щеки и носы. И, кстати говоря, Дзержинский об этом просто цинично и прямо пишет в своих записках, которые опять мне в госархиве дали. Вот его почерк, да, убивать без разбора, так, чтобы боялись. В окаянные дни Бунина, почитайте, расказачивание, больше миллиона человек было убито. Больше миллиона человек. У меня, вы знаете, я обратился к госархиву, готовясь к сегодняшней передаче. Я впервые, да, вот у меня в руках эти документы, вот этот почерк Дзержинского, вот он в руках. Так вот, речь идет о Тамбовском восстании крестьян. Вот написано совещание о Тамбове и дата написана, совещание было в 19-м году. И дальше перечень мер, которые предполагает Дзержинский принять. Пункт 11-й. Террор. Вот видите, пункт 11-й. Террор. Одно слово. Что такое террор? Террор – это когда химическое оружие применяют против крестьян. Именно там впервые и последний раз против собственного народа было применено химическое оружие. Террор – это когда Петерс, его ближайший друг, говорит, что все те, кто старше 18 лет, независимо от того, женщины они, беременные, старики, не имеют никакого значения. Эти люди должны быть расстреляны до тех пор, пока мятежники не прекратят собственное сопротивление. Большевики без разбирательства убили 500 человек в Петербурге, в Петрограде тогда. 500 человек убили. А потом стали всех косить. Восстанавливать памятник Дзержинскому – это значит осквернить память тех невинно убитых, которые потеряли свои жизни в эти годы.